Спейс Марин был одной из моих первых игр в стиме. К тому моменту я уже проникся вселенной и по памяти игра была неплоха. Позже еще раз или два ее перепрошел, сейчас с некоторой опаской прикоснулся снова и приветствую на канале этот Тим, все еще радующийся первому нормальному экшену по 40 тысячнику. Да, Спейс Марин все еще воспринимается очень неплохо, а свяжу в памяти, теперь жду сиквел сильнее. Не погружаясь, правда, в спекуляции по поводу того, что там произошло с главным героем между частями, ибо различных теорий после выхода игры было более чем достаточно. И давайте сразу разрешим вопрос, не будьте душнилами? Конечно, понимаю, предложение не быть душнилами фанатам Вархаммера обречено на неудачу, но все же. Ибо вот все эти срач на тему, ой, события игры не канон, у второй роты другой капитан. И вообще заклепки на текстуре не соответствуют бэку, вам не сюда. Вернее, в игре и так есть душный, отбитый перс. На мой взгляд, неплохо-то косплеющий, скорее неосознанно, оголтелых фанатов Вахи. Это третий десантник в нашем отряде, Леандр. Да, большую часть времени мы бегаем с ним, и ветеран-сержантом Сидонием, напарники даже полезны. Они тут являют собой идеальный баланс между распространенной бесполезностью спутников, работающих разве что как ходячие мишени, и куда более редкими напарниками, которые настолько полезны, что нам самим делать ничего не нужно вовсе. Сампл средств убиения не то чтобы велик, но вполне достаточен. В ближнем бою бесполезный нож, как дефолтное оружие, вскоре заменяет цепной меч, далее на выбор силовой топор, который получше будет, на мой взгляд, и молот, хорошо работающий в связке с периодически выдаваемым по сюжету прыжковым ранцем. Но увы, ничего кроме дефолтного оружия дальнего боя в таком случае использовать нельзя, так что оружие ситуативно. Для оружия дальнего боя 4 ячейки, 2 из которых заняты дефолтным болт, а потом плазменным пистолетом и собственно болтером, который также заменяется улучшенной версией в процессе игры. Причем отчетливо помню, что пистолет, прошлое какое-то из прохождений я использовал, видимо на максимальной сложности патронов не хватало, не знаю. Проходил на средний сейчас. И надо сказать, что даже так убивают очень быстро. Правда тут баланс в том, что и ты врага выносишь легко. Демон хосты, могущие, ну секунд за 7-8 аннигилировать, улучшенный щит и здоровье умирают от одного попадания тяжелого лазера в голову, равно как и космодесантники хаоса. Отличное снайперское оружие, кстати, против элитных целей незаменимое. До него вполне себе приятно также работает охотничий болтер. Помню, использовал вроде бы миномет с дистанционно взрываемыми зарядами в другие забеги, но тут что-то применение не нашел. Плазмаган довольно приятен против любого рода противников, рядовых врагов ваншотят, а вот штормовой болтер как-то не зашел. Обычный, на мой взгляд, поприятнее даже будет. Также есть классические моменты с откручиванием турелей с их местоположения, которые по умолчанию имеют бесконечный боезапас после снятия ограниченной. И да, момент, когда ты движешься на транспорте, стреливая врага из турелей, здесь тоже есть. Правда, на удивление, моментов со стационарной защитой за турелькой тут немного. И это хорошо, потому что не надоедает. Чаще с врагов снимается. Мель-то имеет наименьший боезапас, наибольшую эффективность, аннигилируя врагов поблизости. На деле в игре больше видов оружия, черт, здесь даже дредноут есть. Но в кампании они не доступны, например, меч или тяжелая плазма, даже гранат несколько видов, хотя в сингле только один вид стандартный. Я играл с друзьями в коопный режим, в котором отбиваешься от волн противников, выбрав определенный класс, на решение, даже навыки, открываемый и запрокачиваемый уровень. Кастомизация на месте, даже готовые внешки орденов имеются, что неплохо довольно. А в онлайн режим мы толком не поиграли, ибо были втроем, и больше никто во всем мире в Space Marine на тот момент не играл. Но думаю, опять же, на каком-нибудь дискорд сервере, на каком-нибудь форуме, если посидеть, можно какой-то день, когда планеты сойдутся и поиграть, но нет. Но вернусь к основе. А у нас есть ульта, прокачиваемая находимыми в процессе игры печатями чистоты, плюс урон, реген здоровья, после улучшения в режиме прицеливания замедляется время. Дальнейшие бафы увеличивают лишь продолжительность действия. Это полезно при наличии большого числа вражеских стрелков, ибо, как я говорил ранее, убивают тут очень быстро. Мерзких демонхостов в таком режиме убивать одно удовольствие. Также на уровнях можно собирать серого черепа, местные аудиозаписки, но тут прям большой минус. Если раз их нашел, в последующих прохождениях их уже не будет. Да, можно прослушать все отдельно в меню, но ты должен находиться в нем. То есть нельзя включить дневник и играть дальше. Хотя если ты его находишь, он проигрывается. Но если появляется диалог какой-то сюжетный, останавливает криво как-то сделано. Интересная система восстановления здоровья, ибо авторигена тут нет и аптечек. Да, броня восстанавливается, но и все на этом. Хил идет только за добивание. Причем гречены убиваются и так, обычных врагов надо оглушать, а больших вроде нобов, космодесанта хаоса, кровопускателей надо еще и в кутае добивать. Хотя если есть молот, он не нужен. Босс файта можно сказать, что два. С варбосом орков и предводителем хаоситов. Можно, конечно, сказать, что он еще делает что-то вроде того, или он на мини-босса тянет, как вот эти вот чемпионы хаоса, сложно сказать. Итак, сюжет в том, что на очередную супер важную промышленную планету нападают орки. Пока суть до дела, в авангарде зачищать отправляются ультрамарины. Протагонист-капитан Тип, замечательный напарник, сержант-ветеран, надежный бро и душнило нуб, о присутствии которого никто не просил, это прям бой. При первом же своем появлении он такой, не-не-не-не-не, все не по кодексу, и думаешь, а, ну да, помню, постоянно он ныл про кодекс, ну нет, кстати, всего пару раз, обманчивые воспоминания, но забегая немного вперед, он поступил гораздо хуже. Он не просто нытик, но еще и стукач. Вы знаете, из тех, кто в метро вам в телефон заглянет, а потом доложит, как на врага народа. Дело в том, что довольно скоро начинает упоминаться чудо Магапин, источник энергии, варповый, который исследует местный инквизитор. И, разумеется, с ним что-то не так. А именно, да, мертв уже, а место заняла какая-то марионетка хасидская. Не знаю, зачем так было мудрить, если можно было просто сделать инквизитора предателем, не суть. И после взрыва устройства инквизитор отмечает, ой, как так ты сопротивляешься силе варпа? И далее хасидский лидер такой, ой, ты сопротивляешься хаосу? А значит, ты сам хасид? Этот дегенерат душнила такой, ой, да, только хасид может сопротивляться хаосу. А я сижу и думаю, что? В смысле? Это как сказать, о, ты такой хороший пловец, а значит, с легкостью утонешь. Мэн догонист несколько раз скажет, хей, давай присоединяйся к нам, брат. А я опять сижу и думаю, что? Ну то есть, как было бы правильно построить сюжет? Едва узнав, что он может сопротивляться варпу, что, кстати, странно, капитан не может быть новичком, так как он не знал об этом, может, скрывал свою постыдную тайну. Псакерский потенциал. Теперь все это обнаружилось, и вот в эту сторону можно было бы пойти. Можно было бы вставить второстепенного босса чернокнижника, который вроде бы одолевает главного героя, но тот, в конце концов, дает отпор с помощью сил варпа. И с этого момента Тит начнет сомневаться в себе. Ну или просто с момента осознания того, что есть некая связь с материумом. Нееее. Зачем? Герой на протяжении всей игры игнорит этот факт, что вызывает явно диссонанс. Когда в самом финале злодей Немирот предлагает править галактикой вместе, на фоне будто стрек от сверчков и одинокое перекати поля. Конечно, можно объяснить тем, что ну просто хаосит, все такие, пытаются привлечь на свою сторону. Вдруг прокатит? Ну это прям бредовая вещь. И не афид этот дегенератский, будто бы игнорирует тот факт, что псайкеры, знаете ли, ну существуют. Ага, и среди космодесов их хватает. Кто-то мог бы подушнить на тему того, что ну капитан второй роты, это черт возьми один из самых элитных ультрамаринов, ибо первая рота терминаторская элитка, а вторая вот самый-самый топ из обычных, но это занудство уже. И задротство. Просто ГГ в конце арестовывают, дабы изучить как следует, и да, можно сказать, что у ГГ не просто потенциал псайкера, а резист. Но резист тоже не нечто удивительное. Есть те, кто полностью игнорит варп, включая вот это вот пустое поле. Инвизиторы, наверное, должны о таких людях знать. И хотя они не то чтобы распространены, по идее, резист-то не должен вызывать такого шока. Почему сопротивление силам варпа означает испорченность, тем не забудьте забить. Собственно, сам сюжет ничего особенного из себя не представляет. Вначале пытаемся разобраться с ситуацией, встречаемся с женщиной-кадианкой, что пытается собрать разрозненные части имперской гвардии вместе. И, к слову, надо сказать, что я до этой игры думал, что спейс-марины как-то повыше, что ли. Заблуждался, конечно. Думал, обычные люди им, если не по пояс, то хотя бы около того, а тут нет. Окей, мой косяк. Потом идем к Инквизитору, забираем Магафин, несем к Приблуде, которая вот так неожиданно открывает путь к Хаоситам, потом к Титану, опять, к сожалению, нам не дают из него стрельнуть. Бахают в катсцене, прямо в портал, потом идем все же к порталу, который пусть и развалился, но злодей Магафин-то спер. Причем в невероятно тупой сцене. ГГ кидает ветерану батарейку, говоря, ну вот это иди, а мы сейчас догоним, отобьемся от врагов только. Отбиваемся, идем, и видим, как беднягу в ветеранах Хаосит насаживает на когти. Чего? Смысл было передавать, мы же сразу за сержантом шли, не разделялись даже, едва передали Приблуду тут же потеря... Ну, тут все объяснимо, конечно, но как-то встратенько. Под конец прибывают кровавые вороны, гулявшие где-то поблизости с черными хромовниками, и есть некоторое ощущение того, что вот продвигаешься вперед с другими космодесами, приятненько. Но вот бой с финальным боссом, это боль, если честно. Отбиваешься от одной волны, другой, третий. И тут надо сказать, я погиб несколько раз на волне с демонхостами. Слишком уж они душные. Ну, потом Буллетайм сохранил для них, и все прошло. И думаешь, окей, сейчас будет потная битва с боссом. А битвы с боссом нет? Как таковой. Это очень сильно разочаровывает. Да, КТ-шка долгая, в меру зрелищная, но на этом все. Как-то не оправдало ожиданий. Орк тоже волны врагов накидывал, но и сам что-то делал. А этот демонически преображенный Немирот, скучный какой-то. Да и меня добило, что мы просто уничтожаем вард батарейку, потому что можем. То есть, да, как я не знал такой возможности, но сидишь и думаешь. То есть, стоп, а Тит мог уничтожить батарейку все это время, и гиблидь сержанта на этом фоне выглядит еще более тупо. Ну да ладно, кто же знал. Игра неплохая. Да, сюжет не то чтобы поражает, геймплей не всегда ровный, мяса и крови хватает. На этот забег ушло 5 часов. Так что не то чтобы длинный экшенчик Б-класса, цепляющий своим сеттингом. Но дальше, боже мой, дальше начинается кромешный амболь. Спейс Халк возвращается. Дабы возвестить эру всратых игр по вахе окончательно и бесповоротно, с редкими проблесками и тона любителя. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, хоть кто-нибудь, и на Бусти тоже. Спасибо за внимание. И пока. И пока.